Нельзя сказать, чтобы улица Ванна-Виру пользовалась у таллинцев той же популярностью, что и ее сестра, улица Виру, тянущаяся от площади Ванна-Турк до, собственно, Вируской площади. Мало кто проходит, спешая из старого города в новой по Ванна-Виру, еще меньше, кто обращает внимание на серое здание с рядом арката в одном фасаде и уж со всеми, наверное, единицы обращают внимание на вот эту вот странную арочку возле водостойчей трубы. А между тем, это, может быть, даже не памятник, а тень интересного памятника старого русского губернского Ревеля. Дело в том, что, как я говорил, действительно это известно, что в 16 столетии вирус в те ворота, оказались замурованные, к ним был пристроен такой боковой проход через земляной вал. Вот трассы нынешней улицы Вана-Виру как раз по нему следуют. В 19 веке перед воротами в валу была построена гауптвахта, место, где находились караульные. А рядом в маленькой нише была помещена православная икона. Рядом стояла копилка, каждый проходящий, если бы православный, мог положить свой грошек. Такие же караульные, такие же гауптвахты были выстроены и у других ворот. Сохранилась, в частности, гауптвахта у больших морстих. Ну, есть фотографии гауптвахты также у ворот кариеских. Однако нигде подобной ниши не имелось. Почему? Ну, возможно, потому что площадь Виру, она ведь была у нас до 1639 года русским рынком. С 18 столетия и по середину 19 века у нас русские торговали за крепостной стеной, за валами. Видимо, потому что здесь русская стене проходила. Вот как раз была поставлена такая православная икона в нише. Ее здесь нет больше ста лет уже, а ниша осталась. Осталась и память.